Приветствую вас на канале Сделать Это. Сегодня я расскажу как можно приготовить домулую шашку в домашних условиях на основе калиевой селитры. Это один из вариантов. Для ее приготовления нам понадобится обыкновенная вода, сахарный сок и собственно калиевая селитра. Отмеряем 100 грамм калиевой селитры, 75 грамм сахарного песка, 100 миллилитров водой. Затем ставим это все на средний огонь и выпариваем на получение густой кашицы. Хочу предубедить сразу, что передерживать данную смесь нельзя, это крайне огнеопасно. Ни в коем случае не делайте этого дома на газовой плите. В идеале это вообще делается на водяной или песочной бане. У нас прошло 15 минут. Смесь начала обильно пениться и я убавил огонь на минимум. Не забываем все это тщательно помешивать и не допускаем попадания открытого огня. Кстати, пока готовится наш сиропчик, можно заняться корпусом для нашей будущей домовой шашки. Я для этих целей разрезал трубку от пищевой фольги надвое. Сейчас сделаю дно. Прошло у нас примерно минус 20-25. Смесь загустела сироп, но до нужной консистенции еще не дошла. Тут главное не передержать. Огонь на самый-самый-самый минимум. Если перегреть, воспламенение не избежать. В трубочке я переделал пробку от канистры. Просто замотал ее изолентой. Сильно заморачиваться с корпусом я не стал, так как это у меня экспериментальная пробная. Кстати, для фитиля можно использовать эту же самую смесь, забив ее в какую-нибудь трубочку. Стержня от гелевой ручки, корпус от шариковая ручка. Кстати, если в эту смесь добавить какой-нибудь пищевой краситель, то дым получится цветным. Всякие там зеленки, синенькие, хна. Это все бесполезно, это все фейки, это не работает. Прошло примерно полчаса. Продолжаем гореть наш сиропчик. Интенсивно его помешивать. О чем я, кстати, забыл в самом начале упомянуть. Нам еще потребуется добавить сюда чуть больше получайной ложки обыкновенной пищевой соды. Смесь начнет активно пениться. Ее нужно будет быстро перемешивать и издрамбовывать в нашу форму. Застывает она очень быстро. Делаем небольшой крош-тест. Отключаем нашу духовку. И активненько, активненько затрамбовываем все нашу форму. Ну, то, что осталось в кастрюле и фаш-кребу, используем для петелям. Так, вот мы ее затрамбовываем уже туда. Оставляем небольшое отверстие для фитиля. И так оставляем остывать где-то в проходном месте. Для фитиля я взял кусочек коктейльной трубки, забил той же смесью, что и сама дымовая шашка. Вставляем шашку. Выбиваем все это дело в вату. Выбиваем крышечку. Заматываем фитиль. Смесь горит при очень высокой температуре, так что плавится даже алюминиевая банка. Поэтому вся эта конструкция загорит в считанные элементы. А то и секунду. Переходим к испытаниям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин